Сразу в нескольких детских садах Черкесска знаменательный день. Одновременно и для детей, и их родителей, и воспитателей. Садик номер 7 республиканской столицы открылся после продолжавшегося с марта капитального ремонта пищеблока. В детском саду построили ясеный корпус. Количество детей увеличилось, а пищеблок у нас нуждался в расширении. Добавили два цеха, увеличили склад для продукта. Он у нас был очень маленький. Встреча малышей проходит одновременно и с соблюдением санэпидправил, и с максимальной торжественностью. Прямо на входе детей и родителей встречают сказочные герои. Ходили в этот детский сад. Нам очень нравилось в этом детском саду. Воспитатели очень добрые, приветливые. Ребенку очень нравилось, ходил с удовольствием. Когда сад закрылся на ремонт, нам было, конечно, очень тяжело. Мы работаем по бабушкам, естественно, да, детей. Очень ждали открытия. Сейчас сад открылся, мы очень рады, что дети будут под присмотром. Мой ребенок с удовольствием ждал прям открытия, когда откроется детский сад. За время ремонта, который продолжался без малого пять месяцев, по детсатовским будням успели соскучиться и маленькие воспитанники. А где тебе интереснее? Дома или в садике? В садике, потому что за ним скучала. А это счастливые воспитанники садика «Аленький цветочек», который тоже распахнул двери после ремонта. Здесь, помимо расширения пищеблока, получено еще и новейшее оборудование. Мы все время просили, и нам, в общем-то, повезло в этом году. Спасибо мэрии, управлению образования, что они к нам так отнеслись хорошо. Дело в том, что не просто сделали косметический ремонт, просто там побелили капитальный ремонт. Сейчас у нас оборудование все новое, абсолютно все новое. Все современное, все, вот я не знаю, просто удовольствие. Мои повара такие довольны. Говорят, вот на таком оборудовании хочется работать. Супер, наверное, оборудование, которое не у всех в садах есть. Но нам повезло. Нам выдали вот такое оборудование. Я надеюсь, мы будем готовить долго, вкусно и будем радовать наших деток. За время капремонта работники садика успели полностью обновить облик своего учреждения. Среди них оказались талантливые художники, которые украсили стены садика и ценители народных обычаев, собравшие экспонаты для детсадовского музея. Раймия Шен, Радамир Князев, Архиз, 24.